Ширк и высокомерие противоречат покорности Аллаху. Поскольку предавание Аллаху сотоварищей более чем что-либо другое противоречит тому, для чего Аллах создал творение и дал им веление, то оно является наитягчайшим грехом пред Аллахом. Также и высокомерие и его следствие, как уже было сказано. Поистине Всевышний Аллах создал творение и не спасал Писание, чтобы покорность была посвящена исключительно Ему, а Ширк и высокомерие противоречат этому. Поэтому Аллах сделал рай запретным для предающих Аллаху сотоварищей и высокомерных, и не войдет в него тот, в чьем сердце было высокомерие хотя бы на вес мельчайшей частицы. Наговор на Аллаха без знания За высокомерием следует наговор на Аллаха без знания в том, что касается Его имен, качеств и действий, а также описывание Его таким образом, что это противоречит описаниям, которые дал себе сам Аллах и которые дал Ему Его посланник. Мир Ему и благословение Аллаха. Это более всего остального противоречит совершенству того, кто творит и повелевает, и это ставит под сомнение господство Аллаха и Его особенности. Если человек делает это осознанно, то это упрямство, которое отвратительнее предавания Аллаху сотоварищей и является еще более тяжким грехом пред Аллахом. Ведь поистине предающий Аллаху сотоварищей, но признающий при этом качество Господа, лучше того, кто отрицает Его качества, которые являются свидетельством Его совершенства. Точно так же тот, кто признает власть царя и не отрицает ни ее, ни качества которых достоин царь, но взял себе посредника в некоторых делах, в надежде, что он приблизит его к царю, лучше отрицающего качества царя и все то, что делает его царем. Это признает и изначальная природа человека, и его разум. Как велики различия между отрицанием качества Аллаха, указывающих на Его совершенство, и поклонением посреднику между истинным Богом и Его рабом, который ищет приближение к нему посредством поклонения этому посреднику, возвеличивая и почитая Господа. Ни дуг отрицания имен и качеств Всевышнего, ни дуг неизлечимый. Поэтому Всевышний Аллах и помянул о том, что предводитель отрицающих, фараон, отказался признавать правдивость сообщения Мусы «Мир ему» о том, что Господь его над небесами. Он сказал «О Хаман, построй для меня башню, быть может, я достигну путей, путей небесных, и взгляну на Бога Мусы. Поистине я считаю его лжецом». Сура Прощающий, аяты 36-37. Шейх Абуль Хасан Аляшари привел в своей книге этот аят как довод против отрицающих имена и качества Господа. Мы приводили его слова в других книгах. Наговор на Аллаха без знания и предавание Аллаху сотоварищей взаимообязательны. Поскольку вводящие в заблуждение нововведения представляют собой невежество в отношении качества Аллаха и упрямое и невежественное опровержение того, что сообщил о себе он сам, и что сообщил о нем его посланник, мир ему и благословение Аллаха, то они относятся к числу наиболее тяжких грехов. Это если дело не дойдет до неверия. И эти нововведения, искажающие основы религии, Иблис любит больше, чем тяжкие грехи. Как сказал один из наших праведных предшественников, Суфьяна Саури, «Нововведения Иблис любят больше, чем грехи, потому что в грехе обычно раскаиваются, тогда как в нововведениях искажающих основы религии обычно не каются», — привели Аль-Байхаки, Ибн-Аль-Джад, Аль-Ля-Ля-Кай. «Известно, что совершающие грехи причиняет вред себе же, а искажающие основы религии причиняет вред многим людям. Ведь искушение искажающего основы религии касается основ религии, тогда как искушение грешника касается страстей. Искажающая основы религии подстерегает людей на прямом пути и отвращает их от него, тогда как грешник не таков. Искажающая основы религии не признает качество Господа и его совершенства, а грешник не таков. Искажающая основы религии опровергает то, что принес посланник, Мир ему и благословение Аллаха А грешник не таков И искажающий основы религии Отрезает людям путь к счастью и преуспеянию в мире вечном Тогда как грешник просто идет по этой дороге очень медленно Потому что отягощен своими грехами Несправедливость — тяжкий грех Поскольку несправедливость и притеснение противоречат справедливости На которой зиждутся небеса и земля И ради соблюдения которой людьми Всевышний направил посланников и неспослал Писание То они относятся к числу наиболее тяжких грехов перед Аллахом И этот грех тем тяжелее, чем больше вреда он приносит И убийство человеком собственного чада, невинного дитя При том, что Аллах вложил в сердца милосердие и теплые чувства к детям Что в особенности относится к родителям И несмотря на это человек убивает собственного ребенка Из опасения, что он будет есть и пить вместе с ним И пользоваться его имуществом То это относится к самым отвратительным и тяжким проявлениям несправедливости То же самое можно сказать об убийстве человеком собственных родителей Которые были причиной его появления на свет А также убийстве кровного родственника Убийства различаются по тяжести греха, который берет на душу убийца Соответственно степени отвратительности этого деяния И тому, насколько убитый заслуживал сохранение его жизни И чистосердечного отношения к нему Поэтому самое суровое наказание в судный день Ожидает того, кто убил пророка, а также убитого пророком За ним следует убивший правителя или ученого Который побуждал людей соблюдать справедливость Призывал их к религии Аллаха И давал им благие советы, касающиеся религии Всевышний Аллах сделал воздаянием за умышленное убийство верующего Пребывание в огне, гнев могущественного, проклятие его И то, что ему будет уготовано великое наказание Как сказал Всевышний Аллах Если же кто-то убьет верующего преднамеренно То возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно Аллах разгневается на него, проклянет его И приготовит ему великие мучения Сура женщины, аят 93 Именно такие последствия влечет за собой умышленное убийство верующего Если отсутствуют препятствия И среди ученых нет разногласий в том Что ислам добровольно, по личному желанию Исповедуемый убийцей после совершения этого преступления Является препятствием для осуществления этого воздаяния Спасает ли убийцу от наказания покаяние после совершения преступления? То есть, если мусульманин совершил убийство, а потом покаялся Спасает ли это покаяние от наказания в мире вечном? На этот счет у ученых два мнения И от имама Ахмада также передаются два мнения Те, кто сказали, что покаяние не спасает человека после совершения данного преступления Основывались на том, что это наказание Право убитого человека, которое не было соблюдено в этом мире То есть, он покинул этот мир, пав жертвой несправедливости И в обители справедливости его право непременно должно быть соблюдено Они сказали Что же касается возмещения, полученного его наследником То это право наследника, которому Аллах предоставил выбор между взысканием с убийцы и прощением его Какая польза убитому от того, что его наследник получил сполна это возмещение И каким образом это устраняет несправедливость, совершенную по отношению к нему И это наиболее правильное из двух мнений в этом вопросе Что право убитого не отменяется посредством получения возмещения со стороны убийцы Эти два мнения передаются от последователей Ахмада, Аш-Шафи и других Сторонники второго мнения считают, что покаяние и получение наследником убитого возмещения Спасает убийцу от наказания в мире вечном Поскольку покаяние разрушает грех, совершенный до него И сам убийца подвергся наказанию, установленному за данное преступление Они сказали, мол, поскольку покаяние стирает следствие неверия А также колдовства и того, что представляет собой более тяжкий грех, нежели убийство То как же оно может не устранить последствия убийства? Аллах принимает покаяние неверующих, которые убивали его приближенных Которых он отнес к числу наилучших своих рабов И он призвал покаяться тех, кто подверг сожжению его приближенных И заставлял их отречься от их религии Всевышний сказал, скажи, передавая от меня О рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе Не отчаивайтесь в милости Аллаха Поистине Аллах прощает все грехи тем, кто раскаивается искренне Ибо он прощающий милостивый Сура толпы, аят 53 Это сказано о кающемся и охватывает как неверие, так и менее тяжкие грехи Они сказали, как же может человек раскаяться в грехе А потом подвергнуться наказанию за него после своего раскаяния Мы знаем из законов Аллаха и его воздаяния, что так не бывает Они также сказали, что раскаившись убийца по сути добровольно отдает душу свою Но передать ее убитому невозможно Поэтому шариат ставит на место убитого его покровителя И приравнивает вручение души убийцы покровителю убитого К вручению этой души самому убитому И это подобно вручению имущества, которое причиталось человеку Его наследнику, который занимает место обладателя права Подводя итог в этом вопросе Скажем, что с убийством связаны три права Право Аллаха, право убитого и право покровителя убитого Когда убийца добровольно вручает себя покровителю убитого Горько сожалея о содеянном, боясь Аллаха и искренне раскаиваясь То право Аллаха считается соблюденным посредством покаяния А право покровителя посредством возмещения Либо полюбовного соглашения, либо прощения Но остается еще право самого убитого, которое Аллах возместит Ему в судный день вместо своего раскаившегося и творившего благое раба И помирит их Так что право этого не останется несоблюденным, а право того не пропадет даром Что же касается вопроса об имуществе, то здесь мнения ученых разошлись Одни сказали, что если человек отдал причитающиеся наследнику пострадавшего То он освобождается от ответственности в мире вечном так же, как освободился от нее в мире этом А другие сказали, что в судный день свиновного все равно будет взыскана в пользу жертвы За несправедливость, которую он совершил по отношению к ней Поскольку эта несправедливость не была устранена тем, что наследник получил возмещение Ведь сам пострадавший не имел возможности воспользоваться этим возмещением Поскольку умер, не успев получить от него какую-либо пользу И им воспользовались другие вместо него Отсюда они сделали вывод, что если право переходит от одного к другому И наследников оказалось несколько, то все они имеют право взыскать с преступника Поскольку это право, которое он обязан соблюсти в отношении каждого из них Таково мнение некоторых последователей имамов Малика и Ахмада Наш шейх рассудил обе группы, сказав Если тот, кому наследует, имел возможность забрать причитающееся ему имущество Но не сделал этого, пока не умер То наследник имеет право последовать соблюдение этого права в мире вечном Подобно тому, как он имеет на это право в этом мире Если же у него не было возможности забрать причитающееся ему И он был несправедливо лишен этой возможности То он сможет потребовать соблюдение этого своего права в мире вечном Это подробное разъяснение относится к лучшему из того, что было сказано по этому вопросу Если притеснитель растратил имущество, лишив наследуемого возможности воспользоваться им И он не смог взять его у него То оно уподобляется его рабу, которого кто-то убил И его дому, который был сожжен неим самим И его пище и питью, которые были съедены и выпиты неим Все это было отнято у того, кому наследуют, а не у наследника И право требовать соблюдения своего права Принадлежит тому, чье имущество пострадало Осталось сказать, что если имущество недвижимое Или это земля, или вещи, которые продолжают существовать после смерти владельца То они являются собственностью наследника А присвоивший их Всегда остается обязанным отдать их тому, у кого он их отобрал Если же он не отдаст ему его имущество То тот имеет право взыскать с него пред Аллахом Подобно тому, как он обладает этим правом в этом мире Это сильное утверждение Освободиться от которого можно Лишь сказав, что правом обладают оба То есть и тот, кому наследуют, и наследник Это как если бы преступник присвоил имущество Принадлежащее нескольким людям Каждый из них имеет право взыскать с него И это подобно тому случаю, когда человек узурпировал нечто Получать пользу от чего имеют право многие люди Все они имеют одинаковое право взыскать с него в судный день А Аллах знает обо всем лучше